Творец линейных кораблей Фёдор Тимофеевич Загуляев Фёдор Тимофеевич Загуляев, русский кораблестроитель XIX века, построил на Соломбальской верфи более 60 судов различного ранга и класса для Российского императорского флота, управляющий Соломбальским портом генерал-майор корпуса корабельных инженеров. Загуляев – коренной северянин. Он родился в Архангельске в 1792 году в семье отставного ультер-офицера. Фёдор Тимофеевич – подлинный соломбалец, сын корабельного плотника. Будучи семилетним мальчишкой, пошел учиться в Адмиралтейскую школу, а уже к 12 годам начал работать мачтовым учеником. Детские годы его прошли на корабельной стороне, где все жили морем, даже мальчишки. Они были в курсе всех событий, происходивших на верфи, присутствовали на спуске судов, знали мастеров и умельцев, затаённо следили за их работой, бурно обсуждали качество каждого нового строения. Не мудрено, что Федя Загуляев с детства прекрасно разбирался во всех деталях корабельного набора, знал все элементы и парусного вооружения. Он с увлечением мастерил модели судов и мечтал о времени, когда будет сам строить настоящие линейные корабли. В 1804 году Тимофей Иванович Загуляев, отец будущего кораблестроителя, уговорил начальника отделения порта, чтобы тот зачислил сына учеником в портовую мачтовую мастерскую. Так началась полувековая карьера будущего архангелогородского кораблестроителя. Подросток своей пытливостью сразу понравился управляющему тогда верфью Андрею Михайловичу Курочкину. Они всячески поощряли своего ученика и гордились его успехами. Старые мастера передали ему тысячи тонкостей кораблестроительной практики, которые сами усвоили за многие годы строение судов. В 1820 году Загуляева произвели старшие плотники, а еще через два года в помощники корабельного мастера и присвоили чин прапорщика. В те годы Курочкин и Ершов строили корабли Азов и Инезекиль. Загуляев был официально назначен помощником строителя обоих этих кораблей. По окончальной постройке и спуске судов на воду Федора Загуляева произвели в корабельные мастера. Однако вплоть до 1829 года он продолжал быть помощником у своих учителей, не приступая к самостоятельному строению. В 1829 году потребовалось расширить торговые связи с иностранными государствами, и поэтому необходимо было срочно построить целую серию грузовместительных судов, вооружив их артиллерией для защиты. Постройку этих судов целиком возложили на Загуляева. Первым его судном стал 16-пушечный транспорт «Гопсаль». За ним были спущены на воду Ака, Тверь, Сибирь и другие. Далее Загуляев стал спускать на воду фрегаты, бреги, колесные пароходы и другие суда. Неутомимый энтузиаст Фёдор Загуляев не только своё рабочее время, но и большую часть свободного проводил на верфи, возле стапелей, невзирая даже на стужу и непогоду. Осенью 1858 года он сильно простыл и серьёзно заболел, и 17 октября скончался в возрасте 66 лет. Похоронен он на Соломбальском кладбище. 54 года отдал Фёдор Загуляев корабельному делу. Построил 61 судно. Загуляеву принадлежит множество нововведений в конструкции корабля. Портрета Фёдора Загуляева не сохранилась, но память о нём в его великих судах, в истории кораблестроения навсегда.